Здравствуйте, друзья! Короткое внеплановое видео. В общем, хочу рассказать про бампера в первую очередь. Продолжаю искать разные варианты изготовления. Знаю, что все ждут версии с фаркопом. И, как я уже сказал в предпредыдущем видео, один образец уже полностью готов. Осталось только запустить производство, но с этим есть небольшие трудности. В общем, на данный момент расклад у нас такой. Три бампера на пробу сделали с почти теми же ребятами, что работали до этого. Но это не горячая оцинковка. Это все еще цинк, но не горячая оцинковка. Это просто окраска. Швы здесь не полуавтоматом сделаны, а электродом. Металл подорожал, крепеж подорожал. Но сейчас они изнутри тоже обработаны. Это серебрянка. Ребята окунают в ванну серебрянкой. И снаружи просто красит цинк, содержащий краской. Написано, что она содержит 98% цинка. Не знаю, насколько правда. Но вот, в общем, вот такие вот изделия на данный момент есть. По исполнению все тоже все так же. Конструкция та же самая. В комплекте декоративные накладки из нержавейки. До этого были вначале из обычной окрашенной стали. Ну вот так вот они выглядят спустя пару лет. Потом были в перемешку нержавейка со сталью. Теперь только нержавейка. Это хотя бы кое-что из хорошего. Цена, в общем, на эти изделия сейчас, вот конкретно на эти три, вот такая, как вы видите у себя на экране. Мне еще посчитать надо, пока не могу озвучить слух. И вроде бы пока нет предпосылок для ее роста. Если будут найдены пути к оцинковке, будут найдены пути к другой схеме изготовления, в том числе целиком на лазере гибкой сваркой, да, внешний вид будет лучше, эксплуатационные характеристики лучше, но цена будет еще больше. Соответственно, версия с фаркопом тоже будет дороже, наверное, где-то тысячи на полторы. Так что вот так. Дальше все зависит от вас. Если вам эта тема все еще интересна, если вы готовы покупать эти бампера по тем ценам, которые сейчас получаются, ну, забирайте эти три. Могу вам их отправить, могу передать лично при встрече. Единственное, только на почту, не знаю, наверное, не понесу. Не уверен, что они их там примут такие размеры, хотя там вроде есть отдел для крупногабаритных товаров, но, правда, нести далеко. Я теперь переехал, почта у меня не совсем рядом. Но я думаю, ладно, разберемся. В общем, если интерес есть, я готов работать. Пути к реализации этого проекта ищу. Все зависит от вашего интереса. Пишите мне на почту, кто писал в адрес знает. Для тех, кто не знает, он всегда был в описании канала. Ну, или ладно, оставлю еще в описании под этим видео. Вот что касается бамперов, пока такой расклад. И еще буквально пару слов про комплекты для разворота переднего пассажирского сидения. Я вот в предыдущем видео описал уже некоторые варианты проблем, их причины возникновения, с которыми люди сталкивались, и варианты их решения. Но тут начали приходить сообщения, буквально штучные, но все же есть, мало обратной связи от вас, ребята, как всегда, что есть люфты, стуки, не связанные с тем, что я описал в том видео. А именно вот такого вот характера. Как вы можете видеть, а точнее не видеть, никакого люфта нету, но звук, тем не менее, есть. И да, на неровностях, когда сидение не загруженное, оно стучит. Люфт, на самом деле, там мелкий, может присутствовать. Я об этом пишу, стараюсь каждому, что каждый образец я напильником подтачиваю вручную при необходимости, и стараюсь попасть вот в этот нулевой люфт. Но не всегда это возможно, это ручная работа. Соединение вот этих слоев между собой, оно на производстве получается не всегда идеальным, и вот эту всю лесенку, ее надо напильником убирать. Примерно где-то 30% образцов не требует обработки напильником. Эта обработка небольшая, но тем не менее, я ее провожу. Беру палец, туда подставляю, смотрю, чтобы получить нулевой люфт. Но не всегда это удается, иногда он там мизерный, но остается. Вариант решения. Поставить вместо цельностальных пальцев так называемый бесшумный, вот с этим пластиковым колечком на них. Я в первых партиях всем колал именно бесшумные пальцы, потом решил, что в долгосрочной перспективе этот пластик будет продавливаться, и будут появляться люфты. И стал класть всем цельностальные пальцы. В принципе, копеечная деталь продается в любых автозапчастях, это восьмерочный элемент, стоит там 10 рублей упаковка, но я понимаю, что идти в магазин, что-то там докупать, комплект должен быть готов. Сейчас я буду класть, стараться всем два типа пальцев. И цельнометаллические, и бесшумные. Я лично как это вижу? В том месте, где стоит замок, неважно переднее у вас или заднее расположение, там, наверное, от бесшумного пальца особого толку нету, потому что замком можно отрегулировать, как я сказал в прошлом видео, вот этот вот люфт вертикальный, плюс сам замок в пластиковой вот этой обшивке, он не должен стучать. А там, где чисто металл, там 9 миллиметров стали, 3 слоя подряд, и он удерживает палец не только от продольного смещения и вертикального, но еще и от наклона. То есть площадь опоры достаточно большая. Вероятнее всего, опять же, пока же только время, это надо проводить длительный тест длиной в несколько лет под очень тяжелыми пассажирами, но, наверное, бесшумный палец не будет, как минимум, быстро изнашиваться, а может быть, не будет вовсе изнашиваться в этой самой точке крепления, где вот эта вот галочка без замка. Так что вот так вот приношу извинения тем, кто столкнулся с подобными люфтами, в том числе тем, кто не сообщает об этом, хотя я, опять же, прошу каждого сообщать о каждом случае проблемы с комплектом. Как вы хотите, чтобы я их доводил, если я не знаю о проблемах? Логично? Логично. Как еще вариант решения, это добавить куда-то в конструкцию упругий элемент. Например, резиновый демпфер, который будет далеком каркас сидения поджимать кверху, таким образом выбирая любые возможные мелкие люфты. На каркасе есть поперечная труба, под нее можно попробовать сделать резиновый демпфер. Надо подумать, как это лучше сделать. Еще раз спасибо вам всем за внимание. Напоминаю, на всякий случай, каждому пишу, но публично не сказал, что, хоть я и описал испытания прочности, про ремень безопасности, про ограничитель усилия, про прочность замков провели тесты и так далее, и так далее. Тем не менее, это все реально сложная конструкция. Это не разрыв на станке, на лебедкой под прямым углом. Это очень сложно, и я никому никаких гарантий в плане безопасности этой конструкции дать не могу. Используйте, как и я использую это решение, на свой страх и риск. Я не научно-конструкторское бюро, и так стараюсь учесть значительно больше, чем многие производители автомобильного тюнинга, в том числе производители бамперов, хорошо вам известные, которые вообще не проводят никаких даже простых 3D-моделирований. Я же проводил совместно с ребятами, мы проводили испытания виртуальной, виртуальный краш-тест на разрыв, смотрели, где есть слабые места, там доводили конструкцию. Все это не просто так, поверьте. По неизвестной мне самому причине, люблю выкатывать бензобак почти до суха. В итоге, сейчас на заправке купил вот это вот, благо, бежать пришлось не очень далеко, около километра. Отлично я оставил себе возможность испытать свой задний усилитель силовой бампер, но почему-то никто не решил себе этого сделать. Минут 15 меня не было, машина так и стоит целая.